как интересно никогда не был в Санкт-Петербурге к сожалению приезжайте внутри страны граница открыта спасибо спасибо за приглашение конечно поезда ходят спокойно сел на поезд поехал и самолеты летают и машины вроде как ездят на машине сложно это надо знать дорогу а так на поезд сел тебя отвезли привезли как у вас там погодка сейчас северная столица жарко очень мне вас сейчас на Санкт-Петербург там где прохладно дожди жара и пыль стоит и в обмене дождь был в июне месяца да 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 есть такая правда последний дождь был в июне месяца последний дождь был в июне месяца пыль стоит страшная вот и жара такие вот дела ну ничего летом там скоро кончится там где влажно зелень немножечко остыть понял как вы давно живете в Крыму давно живете с девяностого года давно и как вам стало надоел Крым надоел мне куда-то переехать надо уже с Крыма подальше было прекрасно куда-нибудь в северной широты слушайте а что вам кондиционер не поставить сейчас хорошо вот кондиционер ну да ну пока дело не дошло до кондиционера пока дело не дошло сразу станет прохладно да кондиционер да конечно решает все да там климат жаркий надо ставить пока не дошло дело до кондиционера понял как вам живется в Крыму после всех событий которые были 6 лет уже с хвостиком ну как как при России там в моем плане ничего не поменялось в моем плане ничего не поменялось как при России вот я был против присоединения Крыма к России вот к аннексии был против ну что поделаешь вот я ничего не решаю я ничего не решал а чего против почему ну потому что нельзя в 21 веке вот так вот военным путем анонсировать часть чужого государства этого израиля себе израиля они тоже против всех этих конечно я против дай путь да и израилю говорила то конечно и россии говорили сша я в 21 веке нарушать международные законы а к США ничего себе не присоединяло да она проводила военные операции но ничего себе не присоединяло и то по приглашению официального правительства государств Кубан в Афганистане в Ираке вот Кубана к себе не присоединяло сша но она там не воевала она там как воевала и содержит там базу вот такие вот без разрешения не знаю базу не базу не 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 знаю Англия вот я бы это самое я против вот против вот того что вот 21 веке Российской А как же НАТО вон они разбомбили Югославию целую в 21 веке была страна они не присоединяли к себе люди выславили они просто уничтожили страну целиком они провели там военные операции ну правильно развали в страну они 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 да сейчас секундочку да ничего сейчас секундочку секундочку вот так вот ну да вот теперь вот так вот вот так нормально ну да ну короче как вы думаете за что Российскую Федерацию наложены санкции я вопрос задал им это выгодно тем кто их наложил им это выгодно в том числе за присоединение Крыма потом за Донбасс потом за Скрипалей потом еще за кого-то санкции за противоправные действия Российской Федерации а кто вот на США наложил санкции за их противоправные действия а в чем какие противоправные действия ну вот они например воюют в Сирии а их туда никто не звал в Сирии воюют в Сирии в Сирии уже куда они ушли вот недавно тут их БТР с нашими подальше куда они ушли воюют в Сирии воюют не знаю на них никто не накладывает потому что на россию есть все кроме россии там нелегально все страны там понимаешь что потому что сша это не все справедливо а на россию нужны санкции противоправные действия за что российскую федерацию вышибли с большой семерки и восьмерки не пригласили на очередной саммит и правильно вот это самое смысл смысл ездить в организацию большую семерку которые присутствуют страны на то и все эти и японии там не с кем общаться где вы видели где вы видели хотя бы одно заявление от официальных лиц которые сказали мы хотим вернуться у нас не берут вот такой сказал никто не слышал заявление не значит их первых их не их нет поэтому что россия не хочет а зачем а зачем 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 а зачем а зачем стать членом большой семьи а зачем есть большая двадцатка там 20 потому что не достойно быть членом да и ладно не хочет быть большей восьмерки семерки это другой вопрос за что исключили с большой семерки не достойно быть членом хорошо давайте я задам цивилизованное государство давайте задам государство агрессор что вы делаете вы же вы же коллаборант получаете в оккупации вы коллаборант я в оккупации не коллаборант я так что значит так насчет коллаборации а паспорт коллаборанты это те уходили на референдум это те кто поддерживали зеленых человечек у вас есть павционные войска а вот это есть коллаборанты у вас есть вот такие его дела получили по другой вопрос если у меня паспорт него значение имеет 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 паспорт от аусь вайс вот так вот вы его получили давайте подведем итог давайте людей которые живут вокруг вас страна агрессор вы считаете а вы один хорошие дела я кстати знаете что я не скоро развалить я значит что он хотел сказать его дела я вам хотел знать что сказать вы ни в коем случае не приезжайте в россию вы лучше из крыма выезжайте на украины там живите вам не надо и питер не приезжайте такое нам не надо договорились о чем моя страна куда хочу туда еду и вы в крыму моя страна твоя страна закупаться на россии ложной санкции да мы наложили на эти санкции весь цивилизованный мир считает что крым это украина весь цивилизованный мир а вы а китай цивилизованная страна вот именно и весь цивилизованный мир включает а китай считает а индия считает китай бразилия воздерживается потому что я не знаю китай никогда не засыпает в полу значит не надо про цивилизованный по сути по сути весь цивилизованный мир считает что крым это украина а какой мир вы считаете цивилизованным только тот который поддерживает ваше точное зрение а все остальные не цивилизованы страны первого мира страны первого мира а так выезжали школе учился знаешь у страны делится первого мира второго мира и не развитые страны у страны первый мир это есть цивилизованный мир считает что крым это украина нац вы нацик пожалуйста вы ко мне в крым не приезжаете а это не ваш крым выгонит крым не приезжаем российский а вы на националист разные вещи я не нацист я националист это разделите националист как вы как вы рано тут и не а подменять понятие я не буду меня как вы отделите нацисты от шовинизм а национализм любовь своей нации как я националист не путайте понятия националист как вы к русским относитесь так вот такие выдела как вы к русским относитесь нейтрально нейтрально а к украинцам дружеский дождь это братский народ мой брат с арабом украинцы а к немцам так что я не нацист я националист да нет вы знаете не похожего на националисты россия более 50 национально давайте я вам тоже не перебивали поговорить о таких вот людей надо паспорт паспорта исключительно решать но паспортом можно с украинским паспорт на эти территории такие прекрасные ну главное чтобы они были лишены всех благ которые они имеют на территории россии а так открывали вы карту мир открывали конечно а вы загугливали давайте я вам карту мира организации объединенных наций давайте я вам карту мира вы уважаете институт международного права организации объединенных наций можно я не уважаю вопрос не уважать организацию тогда мне с вами общаться не о чем до свидания меня это уже есть парта мира здорово Продолжение следует...